Увидевшую самозванцев «Пусть говорят» вдову Мишулина разбил инсульт. Первый канал, кажется, поставил своей целью свести в могилу несчастную вдову актера Спартака Мишулина. К эфиру уже готово несколько программ «Пусть говорят», где снова предстанет выдающий себя за внебрачного сына Тимур Еремеев. 72-летней Валентине Константиновне стало плохо после того, как она увидела анонсы очередных выпусков ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, посвященных ее семье. Об этом рассказал адвокат семьи Валерий Панасюк. У нее случился инсульт и потребовалась экстренная госпитализация. Недавно в суде получили хорошие новости. Свои родственные связи с известным актером театра и кино Эдуард Сорокин планировал узаконить в пролетарском районном суде Твери, но безуспешно. Но давление на Валентину Константиновну оказывается страшное. И ее организм не выдержал, продолжил представитель семьи. При этом адвокат подчеркнул, что сейчас в прессу идет массированный вброс, что якобы вдова Спартака Мишулина проиграла суд. Это дезинформация. Над женщиной в возрасте просто издеваются. Идет откровенная травля. Законную дочь актера Карину Мишулину, как говорит ее адвокат, поражает людское бесстыдство. В очередном выпуске ток-шоу Дмитрий Борисов объявит, что появилось некое новое заключение по ДНК-тесту, сделанное в Швеции. «Это заключение не может быть достоверным и настоящим», – заявил адвокат. «Мы связались со шведской лабораторией и выяснили, что никаких заключений никому они не давали. Информацию никому не предоставляли, поскольку в костюме Мишулина не сохранился биологический материал и провести анализ невозможно. А как по вашему мнению, дождемся ли мы конца этой истории?» Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч! До новых встреч!